Как дела, джентльмены! Несмотря на то, что данный канал больше на спортивную тематику, все равно считаю необходимым поднять очень важный вопрос. Вопрос правильного мышления. Поговорим сегодня о том, как должен мыслить победитель, чемпион, и о том, как мыслят лузеры, проигравшие. И не только в спорте, а в принципе и по жизни. Чем отличается мышление бедного человека, мышление богатого? И сделаем мы это все в свете прочитанных мною двух произведений. Первое из них «Братья Карамазовы», второе «Финансисты». Вы знаете, часто можно в ютубе встретить ролики, в которых пранкеры, ходя по улице, задают прохожим школьные вопросы. И вопрос, кто написал «Братья Карамазовы» настолько считается актуальным, что ему посвящен целый есть выпуск, в конце которого очень грустная музыка, потому что практически никто не знает, что автор произведения Достоевский. И вы знаете, наверное, да, наверное, грустно, но... Почему? Если это произведение, с моей точки зрения, вообще недостойно внимания. Только если копнуть очень-очень глубоко, уже самому додумать, тогда, возможно, оно заиграет другими красками. Сейчас объясню почему. Ну а так в целом, повествование идет очень хорошим слогом. Но произведение об абсолютно убогих людях показано о том, как мужчина может пятью способами закончить свою судьбу. Быть убитым, самоуничтожиться, выпилиться из этого мира, полезть в петлю, сойти с ума, быть посаженным за решетку, отправленную на каторгу, или поедаться в монастырь пойти. Вот, собственно, такая, как бы, неблагоприятная обстановочка в этом произведении. В то же время финансист. Человек показан, который, несмотря на все жизненные перипетии, гнет свою линию и добивается, несмотря ни на что, того, чего он хочет. Кстати, уже о том, что самого Достоевского я в ближайшие года читать не буду, говорит о многом. Мне не хочется перечитывать школьную программу, там, преступления, наказания, идиота переосмысливать. Нет, если вот я братья Карамазовы, то произведение, которое в топе считается на самых таких котируемых местах, мне совершенно не зашло, то и другие я, наверное, не буду трогать. И в то же время, прочитав финансиста, я сразу же начал читать Титан, продолжение приключений, злоключений Каупруда и Стоек, третья часть. Собственно говоря, произведения касаются примерно одного и того же периода времени. Это 1850-е, 90-е годы. И разворачиваются события, ну, понятно, братья Карамазовы, Россия, финансисты, это Штаты. С одной стороны, и там, и там молодые люди, главные герои. Даже фамилия Нака у одного начинаются, Карамазов и Каупруд у другого. И в одном и в другом произведении показаны судебные тяжбы, судебные разбирательства. Конечно, по таким, скажем, несопоставимо разной сложности вопросам, в одном случае убийство, в другом финансовый обман. Но суть заключается в том, что очень много смежных тем поднято. Вопрос отцы и дети, вопрос финансов, вопрос любовных дел. И вот если взять Достоевского, то четыре книги, братья Карамазовы, на секундочку, две книги, это разгул, блуд, пьянка. И две книги, это тяжелое похмелье. И все время вот эти мыторства, все время эти муки. Аль придет, грушенька, аль не придет, аль нет. Аль убиться смердяков, аль нет. И вот это все время, как бы оно красиво не было написано, но произведение об убогих людях. Сам Достоевский писал вначале, не понравится, закройте первую книгу и не лезьте дальше. Но я для того, чтобы сложить полную картину, дочитал, все-таки домучил до конца. И, честно говоря, себя заставляет. В то время, как финансист, он совершенно по-другому читается. Он читается легко, он очень сильно мотивирует. Если первая книга, вот то, что я говорил в самом начале, мотивирует только способом кнута, то финансист способом пряника. Что я имею в виду? В том, что вот делайте, пожалуйста, так, чтобы не попасть в ситуацию Карамазовых. Вот я это так понимаю. А что нужно делать? Вот как раз мы возвращаемся к мышлению. В одной и в другой семье получается такая ситуация. У Карамазовых, они помещики, у них есть законные или незаконные основания рассчитаны на то, что от их отца им будет наследство. И они на все готовенько претендуют. Претендуют на финансы и не пытаются сами ничего зарабатывать. Ну, не все из них. В то же время финансист родился тоже в семье, не богатая, не бедная, но он добивается всего сам. Он ставит перед собой цели, решает вопросы для того, чтобы достичь высоты, которую он себе наметил. И если по поводу трех тысяч рублей происходит суматоха во всем произведения Карамазовых, то человек Алджерном попадает на полмиллиона долларов. И все равно это его не подкашивает, это его не выбивает из колеи. Он не мучается так сильно своими любовными делами. Он понимает прекрасно, что он добьется успеха. Что лишние хлопоты по отношению к девочкам, к женщинам не имеют особого значения. В то время как главный герой произведения Карамаза, один из главных героев произведения Карамаза, он просто с ума сходит. Там даже как можно было до этого додуматься, отец и сын, камень преткновения, это вот блядь. Ну, наверное, это литературное слово, пусть будет вставлено, становится причиной вот этих всех раздоров, всех проблем. Люди, Карамазов эти, они убоги, они не знают себе цену. Они в юношеском и уже более взрослом возрасте не понимают, как устроена жизнь, какие у них цели. Очень много рассуждений в книге о Боге, и там есть интересные моменты. Есть интересные моменты относительно роли отца в жизни ребенка и кто может называться отцом. Но, пожалуй, больше ничего. Просто сразу видно ментальность человека. И финансист, человек, который, несмотря ни на что, какие бы ему подножки судьба не ставила, он все равно мыслит позитивно, он все равно знает, что он будет величиной, и находит способы для того, чтобы снова становиться и снова на ноги. Вот, собственно говоря, и мышление разное. Молодые люди, одни без цели, без понимания, уходят в запои, а если глянуть на современную молодежь, это уже и наркотики, подмешались и зависимость от игр, от социальных сетей, ставки эти, все остальное. Люди без цели, они катятся в пропасть. И вот люди, которые, их единицы, такие как финансист, ковпрут, они с самого начала, еще с юных возраста, занимаются самообразованием, они не убиваются по поводу сильно каких-то неразделенных любовных вопросов, или разделенных чересчур, они видят, что они должны делать четко для того, чтобы в этой жизни своей реализоваться. И на все абсолютно у них взгляд позитивный. Вот мыслить позитивно, это очень важно. Наверное, вот об этом бы я и хотел сегодня поведать. Наверное, я рассказал немного больше, чем хотелось бы, может быть, немного меньше, чем я планировал. Но основную суть я изложил. Вот братья Карамазовы, не знаю, вообще, хоть и то, и то произведение классической литературы, и находится в топе, не зашло. Финансист с упоением, дочитающаясь Титана, прочту еще Стоика, но мне уже все нравится в том, какое мышление у главного героя. А на секундочку, он списан с действительно миллионера, мецената Чарльза, как Чарльз Бронсон, Чарльза Ейкса, если я не ошибаюсь. Поэтому, как бы, вот, собственно говоря, делайте выбор, как вам мыслить. Мыслить мелко или мыслить масштабно. Мыслить позитивно или мыслить негативно. Как относиться к жизненным неурядицам, к любовным делам и поставленным целям. На сегодня все. Надеюсь, выпуск вам понравился. Это был выпуск от книга. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова